Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Продолжаем путешествовать по цветочным магазинам. И ваш взгляд часто останавливается на очень красивых, необычных, экзотических растениях в виде, так сказать, так называемых бромелевых. Их предостаточное количество. И как только я их перечислю, вы точно будете знать, что, например, они, возможно, стоят на вашем подоконнике. Многие из них хворают, многим вы не знаете, как оказать помощь и вообще иногда покупая это растение или получая его в подарок, вы получаете дополнительную головную боль. А что же с этим делать? Уход за бромелиями, а их предостаточное количество, еще раз напоминаю. Например, эхмея полосатая, частенько очень появляется в магазинах. Тиланси всякого рода, ананас, который вы часто выращиваете, гусмани. Их еще называют атмосферные растения. Почему так? А потому что у них практически корневая система очень маловыражена. Им нужно совсем небольшое количество грунта. Большая группа тиланси известна как атмосферные растения, поэтому они могут обходиться и вовсе без почвы. В природе они располагаются на ветках, скалах и даже проводах. Очень интересно выглядят на бромелевом дереве. Это когда берется коряга, и всевозможные бромелевые объединяются в одну композицию. Выглядит это действительно очень интересно. Как мы ухаживаем за тилансями? Регулярно опрыскиваем растения, особенно с весны до осени. Это естественный путь, который могут получить воду, если воздух сам по себе недостаточно влажен. Вносите удобрения для подкормки в сильно разбавленном виде, добавляя питательный раствор в воду для опрыскивания раз в две недели во время интенсивного роста. Обычно этот период приходится на весну и лето. За бромелевым делается отдельный уход. Бромелевым нужен следующий уход. Большинство видов требует лишь умеренное тепло, около 10 градусов тепла. Но некоторым, чтобы зацвести, нужна более высокая температура, до 24 градусов. Создайте им хорошее освещение, но избегайте прямых солнечных лучей. Это значит, их нельзя размещать на южных окнах. Лишь немногие, такие как криптантус и ананас, любят яркое солнце. Сажайте их в очень небольшие горшки, так как им не требуется много почвы. И поливайте только, когда она станет почти совсем сухой. Используйте торфяную, не очень жирную почву и по возможности смешайте ее с перлитом или мохом с фагнумом. Если листья образуют воронки, наполняйте их водой, лучше мягкой дождевой, но только в летнее и весеннее время. Летом опрыскивайте, периодически давайте удобрения для листьев. Растение, образующее вазы, можно подкармливать разведенным втрое удобрением, добавляя его в воду и вливать в розетку раз в две недели. Если нужно глубже, вы это найдете в отдельных видео на канале. Так что семейство бромилевых, которые вы глубоко любите, уважаете, цените, это тоже достаточно интересное растение. Когда знаешь, что ему от вас нужно, его очень легко содержать и наслаждаться его красотой. Продолжение следует...